наш эфир продолжает программы эфима фиштейна похищение европы здравствуйте эфим добрый день и добрый день слушатели зрители ну начнем на традиционно с того что происходит в европе что происходило мы с вами не встречались уже две недели может что-то в это время какие-то завыки наверняка происходит периодичность раз две недели но вообще-то наверняка можно было бы сказать что европу разморила жара стоит хорошая классическая летняя жара не такая как в канаде скажем там не 56 55 но добротных 30 32 34 градуса жить вполне можно такая жара стоит по всей европе и даже грета тунберг наша замечательная разволновалась и высказалась в печати впервые за год что мол я вам говорила будет еще хуже если немедленно не прекратить всякую хозяйственную деятельность то в следующем году можно ждать еще больше жары то есть у нее у вас человек она не старый еще можно сказать не опытные у нее такое представление что периоды ледовые и интерглациали приходят так примерно со скоростью 1 в 1 hd с 1 10 лет ну скажем до 10 лет все уже сделано и уже царит и уже земля обуглилась или наоборот покрылась льдом но это все смешно на самом деле конечно парадоксально эта тема как бы маргинальная но европа живет маргинальными темами вот что проблема она не поднимается не выходит на уровень сильных обобщений ну скажем структурных куда она идет европа что она себе представляет что хочет совершить поскольку речь идет прежде всего о евросоюзе разумеется все эти вопросы относятся прежде всего к евросоюзу он живет со дня на день он как говорится дожить бы до вечера а потом до утра это хорошо день ночь простоять на день продержаться ну короче европа живет сейчас проблемами прав человека причем разумеется не любого человека а правильно сексуально ориентированного человека я имею ввиду права lgbtt плюс сейчас по моему так принято называть но плюс по той причине что количество аббревиатура это расширяется количество букв прибавляется что не год то одна две буквы были там скажем транссексуалы сейчас прибавились трансгендеры и прочее прочее короче именно их правами озабочена европа и вот почему кстати завтра будет заседание евросоюза европарламента это законодательная как бы часть евросоюза парламент евросоюза так вот там будут обсуждать только единственно проблемы lgbtt lgbtt так вот надо правильно говорить плюс в конце потому что одна из стран евросоюза а именно венгрия покусилась на эти права венгрии был принят закон но естественно был принят после прохождения в парламенте закон о запрете пропаганды иных ориентации в школах для детей подросткового возраста юного и подросткового возраста что имеется ввиду естественно на на премьера венгрии виктора орбана обрушились все проклятия и все угрозы которые можно себе только придумать и которые можно себе представить пример министр бельгии люте заявил что после этого венгрии вообще не место в евросоюзе пусть она лучше уходит добровольно или ее объединенные силы lgbtt плюс изгонят из этого объединения евросоюза потому что запрет пропаганды так сказать альтернативных ориентаций считается чем-то что противоречит ценностям евросоюза они называются европейские ценности и напрасно объяснял орбан что в венгрии существуют очень суровые законы защищающие права альтернативно ориентированных людей всякого рода сексуалистов и лесбиянок и и трансгендер и всех остальных законы которые защищают их права но дело же не в их правах речь идет только и исключительно о праве пропагандировать эти альтернативные ориентации в школах то есть но скажем в нормальных школ европы где царят еще европейские ценности там на занятия приходят парочки влюбленных более или менее влюбленных людей одного пола и трансгендеров или перешедших уже в третий раз в другой пол но главным образом они этим детям до 14 лет рассказывают как прекрасно жить вот в таких супружеских парах насколько богаче становится их жизнь их ощущения и прочее прочее и вот этого злокозненная венгерские власти не хотят допустить в школах и орбан на всех на всех так сказать форумах и на всех саммитах есть повторяет я защищаю права альтернативно ориентированных людей я их люблю как родных по существу но я не хочу чтобы ребенку представляли такую альтернативу в возрасте когда он в своих чувствах еще не разбирается как следует ну сами понимаете я уже сказал что он стал на самом-то деле мишенью всех прогрессивных людей мира в частности европы конечно же и обсуждение идет очень серьезно то есть чем можно страну побить ее разумеется деньгами можно бить поэтому первым же делом европейский парламент обратился еврокомиссию с просьбой не давать венгрии денег из фондов общих то есть она то в эти фонды деньги вносит вносит это как говорится она обязана вносить а вот не давать ей и бить рублем и тогда может она придет в себя и разрешит вот такие визиты в школы начальные классы в частности и и разрешит подобные рассказы о прелестях от прелести между половых браков она ориентированных браков однополых браков и все вернется так сказать и закончится компромиссом каким-то миром но вот завтра на этот случай будет заседание парламента европейского где будут решать этот вопрос то есть вопрос не то что следует ли детей посвящать эту сферу интимную сферу человеческой психики а вопрос будет стоять иначе как наказать венгрию как ее покарать и какие возможно если удастся и исключить а если не удастся то просто лишить фонда естественно что виктор орбан очень опытный политик кстати если кто из вас не помнит я-то его помню довольно давно я помню как он как он произносил демократическую супер демократическую речь над перезахоронением им ренаде когда того привезли из румынии останки и за перезахоронили в венгрии на центральном кладбище был это был виктор орбан который там говорил о преступлениях коммунизма и о необходимости введения демократических институтов собственно он этим занимается последние 30 лет так вот он опытный политик поэтому он понимает что в одиночку ему совершенно не справиться с подавляющими силами противника тех самых европейцев которые уже как бы в америке говорите волк у нас здесь в чехии очень остроуно прозвали все это движение воко гарам воко гарам не боку гарама воко гарам поскольку по существу движение очень сходное однотипное так вот орбан понимает что в одиночку ему не выстоять и он буквально на днях провел совещание закончившееся подписью документа который предвещает поскольку конца окончательная подпись в торжественном в торжественной ситуации произойдет в сентябре этого года сейчас была подписана как бы документ о будущем договоре этот документ который призывает европейские политические партии сплотиться вокруг европейских ценностей которым вот эта ценность пропаганды однополых браков не относится по их мнению этим политическим партиям сплотиться в некую общество некое общество взаимопомощи я бы так сказал этот документ и обязательство присоединиться подписали 16 крупных европейских партий почему я говорю крупных потому что все партии естественно правоориентированная и печать прогрессивная печать опять же воко гарам на печать они поспешили назвать эти партии крайне правыми но здесь разумеется возникает возникает непонятная ситуация они с удовольствием называют крайне правыми какие-то политические движения типа фидеса виктора орбана фидес это партия которая когда-то переводилась как мало партия молодых демократов сейчас просто осталось название фидес так вот это же партия большому счету она же прямо начинается справа от центра кого же считать вообще если у нас получается политическая структура такая однобокая есть левая 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 из какие-то недобитки коммунистов потом либералы налево от центра когда-то в венгрии того демократический форум ну короче либералы сейчас это осколки каких-то бывших партий и потом перескакивает центр перескакивая весь всю консервативную часть мы оказываемся сразу на крайне правом фланге но не удивительно ли и такая ситуация везде практически получается у нас если так считать что вокруг виктора орбана объединились крайне правые как печать европейская заявляет среди этих крайне правых пись польская партия труда и солидарности трудовые солидаристы фактически это правящая партия польши это право консервативная партия как раз справа от центра потому что дальше идет левый центр там уже есть гражданская платформа которую сейчас снова возглавил дональд туск после пребывания брюсселе какое-то время он был брюсселе сейчас он вернулся в варшаву и снова возглавил эту партию гражданская платформа там есть и партия нового выскочить выскочить актера модератора который кстати сейчас показывает лучшие результаты чем гражданская платформа то есть без вот это партия труда и справедливости она занимает совершенно нормальное правоцентристское место между центром и этой партии нет никого и расстояние не длинная то есть называть эти партии крайне правыми это подлог нормальный подлог это попытка читателю всучить каким-то образом представления что это недобитки гитлеризма что они наверное какая-то охранка из костлагерей еще пока не добита и прочее нет это не так это нормальная право консервативная партия кроме этих двух названных а это кстати большая сила потому что эти партии ведь стоят во главе государств я не говорю сейчас о маргинальных каких-то группировках и таких партий много это марин люпен национальные альянсы национальное собрание как его не переведи во франции это тоже партия не слабая она политической структуре занимает скажем так второе от силы третье место в принципе скорее всего между барин люпен и макроном и разыграется президентский президентская президентская битва дуэль за президентство франции скорее всего именно то есть мы говорим не о случайных маргинальных партиях но и в других государствах честно сказать это большие солидная партия в испании того кс недавно создана относительно но уже выскочившая на третье место партия под 16 партий такого типа часть из них государство образующие часть из них просто занимающие очень видные места швеции это партия настоящих шведов как они себя называют тоже имеет 17 процентов на последних выборах то есть партии солидные так вот они объединились для оказания политической взаимопомощи и возможно думают о том чтобы в сентябре создать в евросоюзе то есть и в европарламенте разумеется собственную фракцию потому что орбан ушел от народников так называемых народниками в европе называют католическо-народной партии типа cdu csu христианско-демократические партии так вот орбан у не от них ушел и возможно создаст новую фракцию фракцию название не хочу предвосхищать наверняка она будет обозначать какое-то право консервативное направление в европе которая сильно ослабела после ухода консервативной партии британии британия когда ушла с ней ушли ее партии а тем самым фракция вот этих национально ориентированных консервативных партий в самом европарламенте и в евросоюзе оказалась обделенность я полагаю что орбан именно это имеет ввиду создавая сколачивая блок по идеологии исходных партий вот это по моему сейчас самое интересное из того что происходит в европе если у кого-то из наших слушателей возникнет какой-то интересный дополнительный вопрос я с удовольствием отвечу потому что ведь я же не лекцию читаю в третяковской галерее а говорю с вами общаюсь и с удовольствием подхвачу какую-то мысль я много знаю ситуации в европе но выкладывать все просто самому не очень хочется лучше я бы воспользовался наводящими вопросами слушателей я если их вопросов нет я с удовольствием перейду к обсуждению американских событий которые я лишь напомню телефон в студии восемьсот сорок семь четыре ноль ноль пять два ноль ноль если действительно возникнут вопросы пожалуйста звоните задавайте их им постарается ответить вот что я хотел сказать будет сергей то я с удовольствием с вами перейду к американским темам давайте примем звонок а потом уже продолжим добрый день пожалуйста в эфире а вот здравствуйте сергей добрый день юрий скажите пожалуйста на ваш взгляд схожи ли позиции орбана и его партии с такой партии польской как право и справедливость и я лидера ярослава качинского спасибо пожалуйста с удовольствием отвечу хотя я уже ответил на этот вопрос разумеется схожи они ближайшие союзники вообще сейчас в евросоюзе именно качинский с орбаном и фидес с правом и справедливостью дело в том что вы знаете что евросоюзе существует группировка именующиеся вышеградом вышеградская четверка четверку кроме венгрии и польши входят еще чехия и слобакия страна принявшая уже евро и хотя и там самой стране полный раздрай сейчас правительство идет от одного правительства кризиса к другому тем не менее слобаки старается держать держаться в русле мейнстрима то есть главного главного течения европейской политики то есть добровольно фактически выполняет указания старших по отряду я имею ввиду ангелу меркель ангелу меркель и разумеется эммануэля макрона так что в этом смысле словакия хотя и участвует во всех начинаниях вышеградской четверки но не является запевалы не является инициатором каких-то шагов которые могли бы которые могли бы произвести некое отчуждение между словаки и евросоюзом и брюсселем скажем так примерно то же самое можно сказать о чехии она чуть может быть больше упирается поскольку евро на чехии не приняла тем не менее в принципе она не хочет обострять радикальное отношение с брюсселем парадоксальным образом и здесь новинка всей ситуации она новинка в смысле не не этой неделе новинка этого года скажем так это то что вышеградскую четверку активно последнее время включилась австрия ее молодой канцлер себастиан курс стал проводить крайне независимую политику и часто стал блокироваться со странами вышеградской четверки то есть восточным крылом восточным флангом евросоюза во всех последних на всех последних голосованиях евросоюзе себастьян курс и австрия естественно министр иностранных дел голосовали вместе с вышеградской четверкой и иначе чем того требовала прочное ядро евросоюза германия франция и страны бенилюкса так что в этом смысле это интересный поворот посмотрим будет ли он продолжаться или удастся канцлера курса скинуть потому что против канцлера ведутся многочисленные какие-то дела причем по совершенно и рудном вам знающим ситуацию в америке мне рассказывать не надо вы помните какие находились подставы какие находились дела которые крутились четыре года вокруг трампа и выйти из них выскочить из них было невозможно то есть это сознательная тактика забивания и отнимания драгоценного времени собственно сейчас канцлер курс вынужден вместо того чтобы проводить активную политику он вынужден отбиваться в судах причем по каким делам он что-то не так сказал он он клятва преступник потому что он не так выразился а речь-то шла кстати не о нем вообще речь шла о провокации против его тогда младшего партнера по коалиции это партия свободных в австрии где лидер тогдашний лидер партии он давно уже не лидер страха стал жертвой провокации откровенно когда ему подослали девчушку русскую которая выступая от имени какого-то российского олигарха разумеется договорилась с ним о какой-то коррупционной схеме тут ничего так сказать благородного в этом разумеется нет но открылось то что все это было состряпано подосланы фотографы подослана все прослушка состряпана и конечно этот этот страх и от партии свободных полетел так вот сейчас нынешнего канцлера обвиняют в том что он пытался выгородить своего тогда младшего младшего партнера по коалиции и за это его сейчас судят и не исключаю даже что могут и снять но вот такая вот разнообразная мозаика но возвращаясь к вопросу да самые близкие союзники это качинский и орбан в этом смысле это польша и венгрия и это хотя и без словаки и чехии это совсем минимум не слабый блок больше все-таки как почти 40 миллионная страна с огромным экономическим потенциалом и не стоит забывать что процесс нового процветания польши особенно быстро идет именно в этой стране то есть польские приросты ввп были самые высокие по европе в течение последних десяти лет да не хватает меня за словом в один год когда-то был тот и другой выбился лидеры может быть чехи но больше в любом случае имела самые высокие приросты то есть такую страну не так просто сковырнуть а если она еще идет в упряжке с венгрией то это совсем нехорошо а если еще там сзади на подходит на подходе и чехия со словакией и австрия то это означает что вообще меркель с макроном и бенелюксу там как говорится искать нечего там игра не будет в их пользу а ведь надо же учесть тенденцию ведь все эти государства в один голос а западные страны евросоюза вынуждены подпевать они собираются принимать состав евросоюза и государства западного балкана западобалканские государства и может быть даже не только западные и сербию и об этом идет разговор и о сербии я уже не говорю сейчас про македонию про дать черногорию македонии все это так вот представьте себе ситуации чем больше набирают восточноевропейцев в евросоюз тем выше становится политический вес этого блока я подозреваю что перевесить его блоку франция германия не удастся и не потому что там в общем-то чудилы какие-то стоят во главе вроде макрона беспомощного совершенно и отживший свое мерки не потому лучших уже не будет потому что эти страны потеряны в своей ориентации потеряли цели своего развития фактически занимаются мельтешением пустым как мы видели это в последние годы и поэтому я считаю их влияние будет падать из года в год нет непременно нет другого пути чем больше географический и демографический вес восточной европы в евросоюзе тем больше и их политический вес давайте в этом месте мы сделаем небольшой перерыв после чего вернемся обязательно продолжим возвращаемся в программы эфима фиштейна похищение европы и в этом сегменте очевидно мы уже поговорим о том что происходит в америке еще раз напомню телефон в студии восемьсот сорок семь четыре ноль ноль пять два ноль ноль если будут вопросы пожалуйста звонить и фильм вывод в первой в первой части программы сказали о том что европейская бюрократия выделяет там скажем право консервативные партии называя их там чуть ли не экстремистскими радикальными и так далее у нас в америке у нас у нас же в америке вся бюрократия вашингтонская плюс партия лево радикальная партия который называет себя демократической определила что все кто не согласен с линии партии имеется ввиду демократической относятся к разряду белок супремасистов расистов и доме стик террористов то есть и террористов и об этом заявил мэри гарлан генеральный прокурор назначенный байденом об этом талдычет в конгрессе об этом безумная пелоси пытается для того чтобы поддержать эту мантру пытается создать комитет который будет заниматься расследованием 6 января 2020 года в общем несмотря на то что сергей поймите в истории не было другого такого крупного и брутального жестокого восстания как восстание по захвату капитолия где погибло пять человек причем заметьте только из нападавших то есть эти нападавшие никого им не удалось убить хотя жажда была убить всю америку но здесь можно иронизировать и издеваться сколько угодно я понимаю какой ситуации вы живете и разумеется напряженно слежу за этим и сам американец я так что но вот хочу поделиться впечатлением как можно представить себе будущее того направления которое сергей сейчас вы описали а я подхватил будущее куда дело идет есть такие возможности как волшебным стеклом такой линзы посмотреть в будущее и вы увидите тот мир которому америка идет не удалось сделать 4 июля если не ошибаюсь я смотрел программу cnn посвященную столетию образования коммунистической партии китая я видел это будущее с каким энтузиазмом я бы даже сказал просто роняя слюни счастье три модератора этой ток-шоу этой программы перебивая друг друга рассказывали а об успехах невиданных успехах китайской народной республики и разумеется это не такой рассказ который ставит точки над и расставляет их правильно поскольку мы всегда должны помнить что при мало то есть при коммунизме китай был нищей страной а стал богатой только тогда когда ввел элементы капитализма свободного рынка и прочее но ладно это не для этого разговора меня поразило подобострастие с которым cnn когда-то считавшаяся серьезной серьезным каналом рассказывала об успехах китая о том и задавалась вопросом но почему же им это все удалось они первые во всем в космосе сельском хозяйстве в промышленности в технологиях и даже в спорте и даже в культуре если мы хорошо понимали по-китайски мы знали как замечательные коровые песни это говорили журналисты cnn а сидевшая в центре модераторша фамилии не упомню но может быть некоторые из зрителей и слушателей наших тоже видели это это позорище модераторша одела по такому случаю красное платье со стоячим воротничком по типу воротничко мао цзэдуна вот вот так она была одета уже чтобы приветствовать наступающее будущее вы думаете там много говорили и и вообще утруждали себя какими-то словами и заботами по случаю того что гонконг в эти дни лишили последних ошметков каких-то свобод что посадили в тюрьму издателя газеты последние газету закрыли ну не мне вам рассказывать убивали свободу в гонконге на их глазах а они сидя в студии cnn рассказывали американцам какое замечательное будущее их ждет потому что ведь нужно понять рулевой и кормчий который все эти заслуги фактически смог реализовать это компартия китая и лично они не забывали подчеркнуть и лично товарищ си имелся ввиду си тинь пиао си тинь пиао если я правильно произношу его имя но все его называют си так вот я не удивляюсь этому если президент байден назвал преследование уйгуров в китае он буквально сказал это некоторое идейное расхождение между китаями и уйгурами идейное расхождение то что они сидят в лагерях лишенные всего лишенные народу лишенные родителей матерей измученные изнасилованные и прочее это лишь небольшие идейное расхождение и вот тех из вас кто смотрел эту передачу все на позорище полное позорище таких я конечно поздравляю они заглянули вот этой волшебной линзой свое будущее и не иначе я не знаю разумеется разумеется этого сибу звать по другому но как бы его не звали это будет все равно товарищ си не случайно многие американцы уже называют этот канал си н н то есть то есть новостная сеть товарища си или председателя си как хотите си так вот так я заглянул в будущее ну а что касается настоящего америки то больше всего меня поразила совершенно детективная история и не только история поразила а поразила то что она что это никого не интересует что средства массовой информации не уделяет этому вообще никакого внимания а иначе говоря они это просто замалчивают потому что америка живет по принципу следствие закончено забудьте я имею ввиду конечно же это невероятное совпадение двух событий крушение или обрушение дома в Майами и самоубийство Мэк Аффи интереснейшего человека и компьютерного гения в барселонской тюрьме когда он получил когда было решение суда выдать его в Соединенные Штаты Мэк Аффи за неделю до этого издал ролик видео который между прочим вы можете легко найти вы можете найти в дебрях и в джунглях ютуба эти ролики где он заявил о том что у него что у него имеется полная документация ну естественно на дисках на дискетах не знаю как они правильно называются короче у него имеется полная документация по переписке Гиллари Клинтон по Байдену и так далее и если он это опубликует то может быть это похвальба так он способен положить весь вашингтонский стеблишмент а эти дискеты и общий материал он хорошо спрятал на разных местах в том числе и в своем в своей квартире в апартаменте в городе Майами на Санрайз на по адресу короче того дома который я обрушился ну разве не интересное совпадение ведь это же это же как говорится хлебом не корми дай дай расследовать дай посмотреть что за этим кроется адреса совпадают дом который обрушился он обрушился практически в день самоубийства этого человека в Барселоне а там в этом доме в апартаменте его Майк Афи он же записан среди владельцев апартаментов в этом доме а там якобы хранились материалы и вот есть интерес у американской прессы прессы расследовать нечто такое нет интереса они всего лишь говорят ну знаете какие-то странности там конечно же происходит но вообще этот разрушенный дом там вообще ни в какие ворота не лезет это же черт знает что разве вы знаете второй такой случай чтобы при обрушении при землетрясении чтобы обнаружено было тел одна десятая от числа пропавших без вести всего лишь 24 там обнаружено а 120 не обнаружено пропали без вести что это значит пошли за покупками не вернулись или их какие-то неопознанные летающие объекты с собой угнали но нету их и что вы думаете они тщательно разбирали завалы нет они сейчас отгребли бульдозером всю груду завала где по идее лежат 120 человек трупов а может быть какие-то еще живы но тут понять ничего невозможно как можно отгрести такие завалы объяснение простое ну вот когда разгребем будет чистая площадка вот там мы и будем искать но трупы же не в площадке не на площадке лежат они же в завалах бывают ну ну кто там может мне объяснить это вот я спрашиваю люди добрые но объясните мне эти связи человек же привык к тому что есть какая-то логика и никакой логики нет в том чтобы разгрести чтобы бульдозерами экскаваторами отгрести завалы где еще не найдено 120 человек где-то примерно ведь такого же не бывает даже при больших землетрясениях там находят один труп находит девочку пережившую еще и раненую и так далее и то счастье но чтобы 120 тел осталось и они названы пропавшими без вести без войны без всего пропали без вести посреди Майами посреди шумного города но и что же какие средства массовой информации не мне вам говорить проявляют интерес какие вот эти инвестигативные журналисты бросились туда расспрашивать соседей еще живых каких-то нет на всякий случай вторую половину дома снесли и тоже тут же отгребли Байден туда ездил помпезно глядя глядеть на место трагедии зная что работы приостановлены и приостановлены навсегда на 10 или 12 день работы навсегда приостановлены это при 120 то пропавших без вести где же их искать если все это отгрести но вот понимаете вы живете сейчас в стране чудес это по российскому телевидению называлось поле чудес вот такое поле чудес это сейчас Соединенные Штаты Америки вы говорите о прессе которая не интересуется скажите мне пресса проявила хоть малейший интерес к скандалам которые просто окружают нынешнего президента и его семейку хоть какой-то интерес к коррупционным схемам в которых принимал участие его сын его брат да и сам он собственно так сказать в документах проявляется Джо Байден сейчас новый скандал что они вместе летали там встречались вернее с мексиканскими бизнесменами будучи вице-президентом в общем пресса это не это не ленивая пресса нет у нее определенная задача пресса выполняет определенную задачу это не пресса это отдел пропаганды ЦК Компартии или ЦК партии там демократической партии защитить замолчать защитить замолчать задавить еще знаете что интересно вот я тут на фейсбуке нашел я иногда использую выражение режим то есть нынешний режим США ну меня конечно за это осуждают а вот есть такой в Калифорнии живет Дэвид Гуревич вот он написал разница между режимом и правительством если позволите я так цитату приведу из этого то есть там список можно будет конечно продолжить ну вот основное демократически избранное правительство не боится оппозиции не натравливает полицию на своих критиков не сажает их и не сживает их сосвета и избирательно повышением налогов правительство не боится обвинений в фальсификации выборов и предлагает критикам пойти и посмотреть все прозрачно по контрасту режим лезет из кожи вон чтобы помешать аудитам в Морикопе и других местах режим открывает огонь по толпе безоружных людей причинивших не больший ущерб капитолию чем пара алкашей в квартире после литра выпитой страшную угрозу своему существованию прячась за угрозу республики и держит их уже полгода в одиночке под предлогом терроризма в нарушении всех существующих законов только режим окружает себя колючей проволокой на протяжении нескольких месяцев только при режиме лица усомнившиеся в его легитимности теряют работы на госслужбе в образовании в миде и больших корпораций корпорациях и изгоняются из соцсетей так что у нас давайте называть вещи своими именами нет сомнения в том что режим я ведь главное что здесь все уповают на то что в 22 может быть выборы поменяют ситуацию и тогда навсегда собственно руки Байдена были бы завязаны вместе с ними его все его обслуги многочисленные медиальные в том числе но я-то боюсь что к сожалению у них колоссальный опыт глобальный мировой опыт как предотвратить смену власти когда она уже захвачена как ее предотвратить потому что проще всего выборы сделать пустыми и беспредметными есть целый ряд скажем сейчас идет борьба за звучание выборного закона кто имеет права кто не имеет и многие в демпартии доставят на том что мертвые чем хуже живых они же тоже люди у них тоже есть права человека они могут голосовать мертвые голосовать на разных местах и так далее и так далее не мне вам объяснить да и просто подлоги прямо захватом организационных комитетов это же для большевиков это не вообще не первый случай в истории ни второй и ни десятый так это отработано везде начиная с разгона учредительного собрания и кончая разгоном учредительного собрания в Венесуэле это отработано до блеска уже так что этого я боюсь вот этого я боюсь потому что человек слабое существо оно ломается особенно когда экзистенциальная пограничная ситуация когда ему приставляют пистолет в голове что называется у него дома семья дети ипотеки и прочее и прочее человек слаб вот я смотрю сейчас как группа офицеров охраны Белого дома Капитолия говорят что надо круче вести себя с этими экстремистами имеют все не те что сидят сейчас по тюрьмам а со всеми с их семьями детьми соседями знакомыми и прочее и прочее да и вообще со всеми мага движения потому что из них вырастают это заявление этих офицеров можете прочитать в свое удовольствие из них вырастают террористы из них вырастает война в том числе атомная то есть если мы сейчас их не повяжем то непременно будет завтра атомная война атомной войной всегда ведь страшают всегда как бы придурков атомной войной и в России всегда было так что кто не с нами тот сторонник атомной войны так вот это все к сожалению отработано я просто поражаюсь долготерпением это совсем не американская черта американцев которые были известны тем что что винчестер висел на стене всегда а сейчас они стали бабами одним словом хорошо есть звонки какие-то мне не хотелось вас прерывать звонок был перезвоните пожалуйста если у вас по прежнему остался вопрос 847 400 5200 телефон я обязательно приму звонок еще одна проблема которая просто нахлынула на страну и в основном на большие города это это разгул криминалитета скажем в Атлантии преступления совершенный рост преступности 58 процентов из них с применением оружия на 40 процентов Нью-Йорк-сити 13 процентов в общем преступность выросла скажем с применением оружия на 64 процента Портланд вот она вот он идеальное место так сказать откуда можно брать пример в кавычках преступность выросла на 533 процента с применением оружия на 126 Чикаго выросло на 5 процентов оружие на 18 но у нас всегда с оружием тут ходили стреляли каждый выходные там по два десятка человек убитых там несколько десятков раненых это уже такая традиция Лос-Анджелес преступность выросла на 22 процента с применением оружия на 51 процента Филадельфия на 37 процентов общая преступность и оружие применялось там с применением оружия на 27 процентов при этом ну понятно здесь председатель сказал что вся проблема это конечно национальная стрелковая ассоциация нужно так сказать с ней бороться нужно ужесточить контроль причем контроль за законным оружием не за незаконным хотя проблема совершенно в другом потому что оружие которое применяется вот в этих разборках в стрельбе беспорядочной это не оружие приобретенное законным путем это оружие незаконное и кстати за применение или за ношение оружия незаконного Есть статья, по-моему, от 3 до 7 лет, если я не ошибаюсь, но, к сожалению, она не применяется, то есть они заявляют громко, нам нужно убрать оружие с улиц, они кого-то там задерживают с пистолетом незаконным, тут же его отпускают, потому что провели реформу, теперь нет залога, чтобы отпустить, просто отпускают, ну и, конечно же, люди продолжают творить то, что творят. Сейчас я слушал кусочек выступления Куома по этому поводу, в частности, он говорит о том, что мы сейчас вот тут создадим программу, выделили 57 или 58 миллионов, одним словом, как всегда, ничего не меняется, мы вбухаем деньги, эти деньги распилят между общественными организациями, которые поддержат демократов, и на этом вся деятельность остановится, потому что это все бред. Вы либо должны применять и действовать согласно букве закона, либо это беззаконие, и какие бы вы программы не придумывали, какие бы деньги вы не вбухивали, не распиливали, это никак не отразится на криминальной обстановке в городе. Это бюрократическая ментальность, когда, если нужно решить проблему, нужно надстроить еще один этаж принятия решений. Это известная вещь, кстати, от этого погибли цивилизации прошлого. В Белонске и так далее ученые говорят, что это из-за разрастания бессмысленной бюрократии. Но это все понятно, но какой контроль над оружием может быть, если часть границы открыта, и приходят толпы, скажем, из Гватемалы, ну, в принципе, через Мексико. Так они что, они же могут пронести оружие точно так же, как они проносят свои собственные тела. И дальше что, и дальше это оружие в Америке. Нет, оружие нужно отнять у тех, кто готов еще защищать себя, чтобы остались только те, кто уже не может себя защищать. Поэтому нужно отнять оружие у них, а не с улиц у нелегалов. Ефим, огромное спасибо, к сожалению, времени больше не осталось, и до встречи в следующий раз. Все, через две недели до встречи. Собирайте материалы. Пока.